Народ, привет! Вышли мы на станции метро DMCC, да? Что-то они замутились с названием. В общем, станции метро здесь тяжеловато произносить. Но сейчас идем гуляем прямо к Марине. Хотим показать вам непоскребы и вообще, что там люди делают. Ну, по мне так они просто гуляют и кушают. Что там еще можно делать? Сейчас свайкну вам камеру. Смотрите, какая красота. Мы уже здесь покатались на трамвайчике, покушали круассанчики. Вот метро, кстати. Отдохнули и сейчас идем прямо на Марину. Но вообще уже в такой красоте идти приятно. То есть движемся вперед и, надеюсь, вы с нами. Вот мы идем. Конечно, друзья, в Дубае все строится. Все строится. Красотень такая. Идем. Все, надо аккуратненько переходить. Все, Наташа, давай вперед. Аккуратно. Что, люк снимаешь? Ну, так показала. Помнишь, когда мы были на Занзиваре, там на люках постоянно какие-то там досты, были написаны марки. Вот я и показала. Возможно, мне здесь просто эти салат написан. Кстати, мобильная связь в Эмиратах. Вот везде есть магазинчики. То есть вы подходите к Марине и есть у вас желание попить сока, купить себе круассан, водички. Лучше это сделать сейчас. Потому что на Марине, конечно, они будут намного дороже. Ну, всякое бодибилдерское питание. В аптеке. А вот нам нужно вот туда. Ты так уверенно говоришь, я-то, например, не знаю, куда нам нужно. Каррифор, кстати, близится. Близится, и мы к нему близимся. Помним, в Каррифуре есть и чеки про дешевое питание. Если вам дадут в Каррифуре чек, вы можете просто его обрезать. На обратной стороне будут всякие дискаунты, скидки на еду. Мы это показывали в видео. И цены на еду в Каррифуре мы показывали. Так что тоже оставлю видео в описании. Посмотрите обязательно. Я думаю, нам вон туда вот куда-то. За девочкой на скутере. Ну, пошли, мы же по зебре. Хотя, кстати, в Дубае вот вам еще один лайфхак. Будьте осторожны. Если вы идете по зебре, не факт, что они остановятся. Будьте осторожны. Рассчитывайте скорость автомобиля. Ух ты! Как у вас голова не кружится? У меня немножечко, да. Вот он, Каррифур, кстати. Но если я вам что, глобальное нужно заходить. А водичку можно и в этих маленьких киосках купить. И мы по мостику вот туда вот прямо. И будет не яма, а как раз набережная Марины. А может, наоборот вниз? Красиво, кстати. Цветы, зелень посреди пустыньки. Может, вниз мы здесь как-то не были года три уже, да? Я не знаю даже. Может, вниз. Нет, если мы к заливу, я так понимаю, вон вода вниз. О, ну пошли, конечно. Нам к заливу, конечно. Все, уже подходим мы к набережной. Мы, наверное, не были здесь, на этом кусочке. Что-то я перепутала, потому что действительно настолько много всего в Дубае, что иногда думаешь, что здесь был, а здесь не был. Сейчас вайпаю вам камеру. Показываю эту красоту. Отдалю, наверное. Вот, смотрите. Хотите, гуляйте с детьми. Они здесь балуются, прыгают, бегают. Не вопрос. Хотите, на кораблике катайтесь. Хотите, вкусно кушаете. Сейчас пойдем посмотрим. Смотрите, очень много всяких вариантов, что именно вы хотите. Я не знаю, как там против солнца вам показать. Сейчас приближу. То есть туда пойдешь, туда пойдешь. В общем, куда вы хотите, все есть. Куда вам надо, да. Давайте просто посмотрим. Ага, есть всякие такие скупера стремные, на которых можно и покалечиться, и людей покалечить. Главное, чтобы их можно было хорошо кататься. Корабли Гугу. Наверное, нас ждут. Да, смотрите, еще в принципе, что в Дубае можно делать. Это действительно там гулять, смотреть на Досты и кушать. Но как только появляется новый Дост, точно, что все местные там уже покушали, погуляли, посмотрели. Теперь оставляют этот Дост туристам. Поэтому действительно, что когда вы видите много кафешек, это нормально. Ну, кстати, а Марина, это же самое большое средоточение русскоговорящего населения. Дубае. Да, такой недешевенький райончик, недешевенький. Ну, недешевенький. Хорошенький. Не знаю. Ну, вот, вот. Мне нравится, во-первых, что вода близко, мне нравится. Это как-то уже так, ааа, вода близко, класс, лето. А представляешь, как будто ты летом, какое тут испарение будет? Не представляю. Мы летом не доезжали сюда, пока еще жарко. Небоскребы радуют. Ну, инфраструктура, конечно, дорогая. То есть, я уверена, что здесь в Калифории цены, они, наверное, дороже. Может, зайдем посмотрим? Может, посмотрим. Может, но как бы классно вот люди гуляют, ходят, как вот набережная, такое лето, праздник. Так, у меня классно. Очень много этих скутеров и неприятно, опасно. Ну, да, так как еще дети гоняют, так знаете. Да, взрослые. И в группах много писали, что иногда там попадают и едут. И едут обычно в госпиталь. Типа, как этот госпиталь, который френдли, ну... Он государственный. Он государственный френдли к туристам. То есть, многие пишут, что бесплатно, абсолютно бесплатно там... Можно получить... Да, можно получить услугу, можно там и зашьют что-то, еще и вот это. Так что народ, не дай бог что, вот и рашут госпиталь вам помощь. Ну, во-первых, страховка должна по-любому быть у всех, по-любому, без всяких. А может быть, а прокатит, а зачем оно мне надо, я здоровый человек, да? Ну, в общем, такие вам советы, но мы ни в коем случае не желаем вам оказаться в такой ужасной ситуации, а желаем вам наоборот, посмотреть сегодня с нами Марину. И если есть такая денежка, приезжайте в Дубай, катайтесь, наслаждайтесь небоскребом, и еще лучше покупайте здесь недвижимость. Смотрите, сколько мы уже вам пожелали. Наташ, в какую сторону мы пойдем? Не знаю, давай туда. Ну, давай. Туда Маринамол нам нужно или нет. Маринамол, ну, может, как-нибудь покажем его. Мы уже показывали Абудабский Маринамол. Классный, классный Мол. Мне очень он нравится, но в Дубайском мы еще не были. Смотрите, здесь развлекушеньки уже стоят. Игрушки всякие. Дети очень довольны. Hello, hello. Всякие наушнички, девайсики. Thank you, no. Какая умная сразу. О, всякие ароматы, кто хочет понюхать. Только нет. Пожалуйста, нет. Молодчик такой строгий, смотри, он даже не побежал нам никакой парфюм предлагать. Я даже несколько удивилась. Так, это куда-то уже на какой-то кораблик уже везут кого-то. Так, солнце немного нам светит. Прям глаз. Вот для чего вот эта вот вся вот инфраструктура. Для прогулок, для покупок арт-галерея. Крутенько, крутенько. Давай посмотрим вообще, куда люди идут. За что заплатили? Ну, мне уже просто вид уже. Раз, и настроение. Ну, большая такая яхтишка. Немножко я против солнца снимаю, но хорошо, что она за небоскребами. Ну, вот. Вот за это вот. я, уменьшу. Они такие огромные, что я просто уменьшу, чтобы вы насладились. Это просто какой-то кайф. чистенько. это же такая, знаешь, заклонилась такая, дальше я бы что сейчас думаю. Сейчас такой мусорочек. А нет, а нет. О, сколько корабликов выходит одновременно. А вот это морской транспорт вот это едет? Ферри или как это? Я не понимаю, да. То есть, этим же можно расплачиваться этой серой карточкой в метро, которая у нас есть, я так думаю. И даже маршрут рекламировали. Вчера я сидела, когда вчера или когда мы были на это, ехали в фестиваль в Сити, так там было направление рекламировали из Дубая в Шарджу на морском транспорте. Вот это здорово, действительно, из Дубая в Шарджу было бы интересно проехать на таком направлении. 60 минут, по-моему. Идет, да. И часик так еще проехать. Идет до Шарджи аквариум. Если кому-то что-то это говорит. Меня, например, ничего не говорит, мы там не были. Ну, я там не была. Красиво! Все, мы решили, что дойти неинтересно, что все небоскребы наоборот в другом направлении. про скутера мы уже говорили, кстати, что едут. Иногда это даже опасненько. Да, там, наверное, как-то даже интереснее. Вот, люди бегают, люди ездят, люди ходят, люди наслаждаются жизнью. Да, все. Нет ни скейта, ни скутера, ни роликов, ни великов, но все они здесь катаются. Но это здорово, слушайте. Это все, что вам нужно. А такие машинки? Вот такие здесь запреты. Ничего нельзя, но все ездит. Главное, тихо, не шуметь. Ага. Это какая-то такая вечеринка, я не понимаю. Она не двигает. На яхте Гугу. На яхте Гугу вечеринка. Да. Поехали, Лёля, ладим. Красиво съедить, какой небоскреб. Какой прям проход в нем. Тут вообще в Дубае там, куда пальцем не ткни, это куда не плюнь. Красивые небоскребы, красивые. Особенно мне нравится, когда отражение небоскребов в небоскребе. Тоже классно. Мороженки, яхты, и небоскребы, небоскребы, и киоски снова. Давай по низу, просто я хочу киоски показать, чтобы интересно было народу, чтобы знал, чем приезжать. Значит, снова парфюмчики у нас. Ой, яхты там стоят. Помнишь, это и яхту, яхта, не забудьте. Жаль, столько девушки. Уже мысль останавливается, сколько я тут парфюмерия слепаю. Ну, птичечки, даже другого слова нет. Здесь витаминный бар, алою, здесь верблюдики и сувениры, пашмина, платьишко. Пашмина. рынка едет электрокар. Кукуруза, всякие, чаи, кофеи. Ого, вот это вот вид, вот это да. Это из яхт. Дай-ка я пересеку местность, покажу яхты. Красиво просто сейчас. Вот смотрите, от маленьких, просто от размера, знаете, так вон малышка, больше, больше, большая, 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 большая и самая здоровая. Классно вообще так. Специально такое? Не знаю, такое впечатление, что специально. Смотрите, как пальмы растут на этаже. Интересно, что это? А, какая она, Классно. Поставили. Не, ну, яхты, это вот по размеру, это круто. Люди парят. Приблизишний, вон, смотри, и вон, и вон. Это не чайки. А, да, это не чайки, это люди, это они. И вон еще парапланы. Как это называется? Я не знаю. Я не знаю, что-то там такое они. Парят. С парашютом или с чем-то, или п... Это не зиплайн, нет, это параплан. Все. зиплайн. Я думаю, зиплайн еще здесь есть. Вот такие развлекухи тоже здесь. Вот. Красота. И снова пальмочки, меня радуют. И небоскребы, и отражение небоскребов. Ну, это вообще просто. Классно. Пошли. Вот. Снова платьишки. Мне кажется, они просто должны очень дорого стоить, чтобы купать место здесь. Себестоимость должна быть очень девушевая. А цена очень дорогая. Типа это как пирс, пирс седьмой. Докер-кафе. Это понятно все. Кофе. И очередь классно. Сел так на яхточке. Завтыкал, так и день прошел. И там птички целовались, и здесь просто в разные стороны смотрят. Устали целоваться, видимо. Ну, в общем, здесь есть водичка, здесь есть сачки, сувениры, всякие разные, платьишко. Хотите, шоктись, хотите просто, как говорится, это Windows Shopping. Хотите, просто смотрите. Пейте кофеек. и чтобы на вас смотрели, одевайтесь соответственно, на вас будут смотреть, но возможно еще у вас попросят одеться. Соответственно, поэтому лучше не рискуйте. Вот здесь не пугай. здесь, по-моему, кто лошу варан. Здесь, кто тебе ничего не скажет. Ну, на всякий случай, все-таки. У других знаешь. Боже мой, ты же там, эмирал, оделась бы соответственно. Да им все равно. Им нужны ваши деньги. Все равно, как бы, ну, не рискуйте. Ну, вы же не идете в это, в мечеть или куда-то. А так, кто вашего раз? Да, очень много, кстати, девчонок коротких шортах, это нормально в Дубае, но вы ли они в нашем, на вас бы строго посмотрели очень. Лет пять назад попросили бы надеть штанишки. Конечно. Канебоскребики мои. Красотеньшка какая. Так. А ну, смотри, цены. Вот, эксклюзив яхт. Наташа, за ее цены посмотреть. Да, нашли. лодки 90 минус 160 с персоной. Ох ты ее. Тайдет человек. Джет Скайрайт. А, это покататься за 800 на сетях. Ага. Боттур 400, 800. Это, а, private botтур, частный боттур 400, какой-то 800. Это же эксклюзивный яхт, это не дешевое какое-то бюро. Надо называть правильно, чтобы вас уважали, да? VIP, эксклюзив, супер VIP. Это, это яхта, по-моему, вот с такими, самая большая, длинная, она в каком все время стоит. Да? Возможно. Не, ну, это ее место, наверное, в корковке, поэтому за место платят, правильно? А, женихи пошли. Ну, все, все. Женихи? Женихов пропустили? Ну, такие, как бы, ну, не знаю. Слабоватые. Да, слабоватые, как женихи, так что нет. Они сами ищут. Так, снова это парфюмчики какие, да? по-пакой. Согласно, как называется, ну, это все, слямзи, наверное, так что. Еще есть закрыто. Это уже четвертый, да. Просто можно душиться и гулять, гулять и душиться. Кофе на это. Может быть, турецкий. Да, классно, кстати. На песочке. Это и есть, Марина Мол? Я так понимаю. Что такое так? О, так прикольно тогда. Я тоже думаю, да. дойдем, да? Да, дойдем, конечно, всю Марину покажем, а там, глядишь, может, как-то и Марину, мол, покажем. Может, какая красота, просто вот, фотки, как я говорю, инстаграмные фоточки, здесь просто на каждом шагу. Наташа, Марина, а ну, стань, вот так вот, чуть-чуть еще встань, встань, вот так вот встань. У тебя такая пальма красивая на голове, такая, опа, гангом ставлю. Да. Была мысль. Была мысль, но, извиняюсь, кстати, вот рядом снова небоскреб строится, видите, вот справа. Небоскребы, небоскребы, и вот совсем справа серенький небоскреб строится. Никогда уже места нет. Да, она каждый раз скажется, куда, куда вы все строите? Нет, строят, шикарно. Сейчас вы слышали, да, сейчас вы слышали русскую речь, ой, здесь много, потому что, снова повторим, здесь очень много русскоговорящих покупают недвижимость. С чем мы вас снова и поздравляем. Снимать. Снимать это еще дороже, чтобы ты понимала. Кафешечки, но сейчас как бы без чего-то пять, поэтому, наверное, еще и будет день, мало людей, а так, конечно, здесь классно, классно посидеть. О, вот такие вкусные смузи, по-моему, мы пробовали когда-то, давно, помнишь, только мы пробовали апельсиновый, сорбет. Сколько он стоит? Ну, столько и стоил. О, Берри, вкуснотень, дай-ка я еще выйду, покажу шоколадную вкусную жизнь. Здесь уже как-то солнце зашло, а здесь, а здесь день. Там ночь, а здесь день. Сейчас перевожу, вот черный бриллиант, просто не знаю. Вот небоскреб, который строится, ну, круто. Вообще интересно, да. вон-то этот небоскреб, который со входом прям прорубленным, и такая пальма нас встречает. Ну, красиво же. Красиво, какая красота. Да. Продолжаем гулять, натыкаться на людей. Очень много их уже появляется. да. Скорее всего, да. Да, люди на нас натыкаются. Это туристы, и, скорее всего, это уже люди, которые спаты, закончили рабочий день и тоже желают насладиться яхтами. Погулять здесь. О, подошли уже поближе к этому входу в этот... Сколько тут этажей? 60, нет? мало тебе будет. Ладно. Я, наверное, уменьшу. Я тоже. Сейчас я упаду и уменьшу. Нет, все нормально. Потом пересчитаем. Кто пересчитал, пишите, сколько там этажей. Пожалуйста. Птицы разговаривают. вообще, пение птичьих. Слышь, какой небоскреб такой необычный. Степлял. Темные какие-то стекла у него. Ночью красиво. Ну, вот еще заливчик. А тут везде каналы идут. Ну, то есть, куда не поверни, тут или небоскреб, или канал, или небоскреб, и канал. В общем, Марина, она такая красивая, с лодочками. Люди бегают. Ну, кстати, покрытие для бега здесь так себе. Я в колени поломала. Уйдем, полюбуемся. Просто неудобно. Ну, бегает. А вот какой он такой, ох, темный, не знаю. Или кого-то уже заселили. Не знаю. Никто тебе не скажет пока. А вот, кстати, вот такой в полукруг. Раз, завернул, и там уже гуляешь. Насколько люди пишут насчет, ты говоришь, покупают, снимают, но говорят, это как лотерея здесь. Качество домов оставляет желать лучшего. Поэтому материалы, как построили, еще такая беда, как окна, как поставили, какие окна поставили. Потому что сырость здесь это вообще первая беда, в принципе. То есть испортятся и вещи, и мебель, и все, что угодно из-за сырости. Поэтому, я так понимаю, кондиционеры тут работают летом просто круглосуточно. Вот. Что я хотела сказать? Благодарим. Сейчас еще полюбуемся уже. Солнце заходит. Интересно. Они ездят просто здесь вот вокруг этой экскурсионной? Я думаю, что да. Посмотрите, ты же сама сказала, что есть тот, который едет. Нет, нет, это рейсовый. Рейсовый. А экскурсионный, ну, конечно, если он забрал, не, знаешь, как выгодно, забрал одну группу, поехал на место другой, взял другую группу, то высадил. Я трамвайчик вижу. Вон в таком проеме сейчас мост трамвая уезжает. Ты как раз вот в ту сторону на Марину поехал. Понятно. Уехал трамвайчик. Обойдем дальше? Да, ну давайте обойдем, посмотрим, что там. Только вот мы стояли на том месте, на берегу. Сейчас обошли немножко, пофотографировались, конечно, и уже на другом месте. Ну вот, в принципе, о чем все это. О чем, да, все говорили. Да, о чем вся Марина. Повторимся снова яхты, фоточки, заливчики, покушать, небоскребчики. Все продается, все покупается. И вот что-то строится еще тоже. О, Боже. Якорь какой-то интересный. Сейчас подойдем, посмотрим, что это. Угадай, что это. Жилой дом. На якоре жилой дом? Я сомневаюсь. А, на якоре, я думала, ты про дом говоришь. Не-не-не, что за якорь? Это, наверное, такая тоже фоточка. Место, да. Ну, и как обычно, хэштега оставляют, да, что это, пожалуйста, вот, добавляйте хэштег. А это просто якорь, смотрите, и солнце. Ай, класс. Он еще вечером подсветится, все. Да, наверное. Все мечты сбывали. Видишь, написано, что 15 км в час велосипеды и... А, уже можно, то есть, да? По этой стороне. А здесь вот пешеходы, коляски и так далее. Там кататься, тут ходить. Понятно. Ну, то есть вот дальше, 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 дальше. То есть вот такая вот красота уходит, я не знаю, на сколько километров. Ну, если так вот обивать... Трамвайчик едет? Да, это же трамвай, что я говорю. Опа! У нас уже есть видео, где мы катались на трамвайчике. Вот он какой серенький. Белень. У меня он серенький. У меня он серенький. Что-то со мной не так. Вот, поэтому надо немножко, наверное, отдохнуть. А мы как раз здесь и проезжаем. Вот же я еще сказала, возле этого дома, надо же, построили прямо над дорогой. А потом посмотрела... Класс! Смотрите это видео обязательно. Ну, правильно, получается. Только как это получилось? Ладно, все. Я потерялась. Мы потерялись, устали в Дубае немножко, но сняли вам видео про Марину. Приглашаем погулять на этот променад. Желаем, чтобы вы там погуляли. Вот, дети уже гуляют и радуются. Ждем от вас комментариев, лайков, подписки на канал. Всем спасибо, всем пока, всем добро. Пока! И бобра!